здоровенький булы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать я приветствую вас со своей кухни со своей приемной добро пожаловать мои хорошие будем с вами общаться так как у меня канал похудения я рассказываю о своем движении о своем питании еще стараюсь немножко о здоровье и поюморить даже у нас получается сегодня у меня не было моей пробежки я вышла на свою пробежку в руке у меня пакет семенами овса я же пью овес завариваю я напоминаю я завариваю каждый день уже два месяца кажется то есть до октября у меня пьется овес я несу этот овес проваренный для уточек ну и тут начинается вой вой сирены страшный бах бах утекай я бежала так люди знаете это даже не посторонись это поберегись я вернулась и назад я бежала с такой силой то есть резерв вот я показала свой резерв 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 способности бежать не было пробежки сегодня но быть позже еще пойду так бывает часто если не утром значит у меня позже но и дуду иду обязательно сидеть я не буду вот это на тех лучше я не пойду сегодня буду дома дома это бесконечно бесконечно вот какое-то пятно стоишь трешь на плите то же самое в умывальнике то же самое уж что-то здесь грязно да ты вчера мыла до места сам успокойся смотришь на подоконник боже тут пыль я вчера вытирала и начинается наша песня хороша начиная сначала да вы хотите с этой квартиры это же невозможно просто здесь эти телефоны пустую все бла-бла-бла это нет вы выгоняйте себя значит пробежки сегодня не было значит будет еще возможно скорее всего будет но показываю питание как обычно да сейчас вам покажу я только напоминаю у нас все все знают люди ну правда все знают что нужно летом есть что нужно зимой летом овощи зимой капуста квашеная да все все знают все знают как худеть все умеют худеть у всех информация сейчас google всем помощь все все знают да я только напоминаю мои хорошие так как у меня результат я не набираю всяком случае веса не толстею но я добилась от своего результата у меня устраивает вот я сегодня взвесила семьдесят девять шестьсот это мой вес нормально нормально я сейчас больше стала как то есть не передали яблочки яблочко с лыбкой игрушки я знаю вот этот вес немножко да не семьдесят девять семьдесят девять шестьсот семьсот у меня вот такой вес это фрукты вот я им сейчас фрукты я знаю передали хороший сорванный из дерева белый налив ну то есть фруктоза влага скоро закончится это уже это временно но я все равно взвешивайся дружу с весами я не позволяю переходить канадскую границу значит показала вам сегодня еду сейчас увидите здесь у меня замачивается вот в миске приподниму даже скумбрия видите вот скумбрия вот замачиваю это мне будет запеченная с овощами омега-3 настоящая форма этого внесения на омега-3 растительная форма покупайте скумбрию не так дорого но очень очень полезно это лучше чем красная рыба фермерская это лучше это рыба холодных морей конкретно так показывают тарелки даже стараюсь еще информировать людей какая-то информация должна быть и похудения не только похудения здоровья это моя тема здоровья я ищу для себя я себя развиваю я спокойней когда я знаю я спокойнее сплю я вообще по анализам все это знают да то со мной давно вот я получил анализы цитология у меня было все все нормально то есть я спокойно сплю в сентябре у меня мама грамма каждого полтора года тому назад и сдавала то есть я немножко напоминаю людям нужно проходить обследование вот для себя я даже врачу не иду я обследуюсь и не просто вот так где попала я консультируюсь куда мне можно пойти кому я должна уплатить вы поняли да если вы оплачиваете значит это должен быть нормальный специалист практик допустим допустим вот у меня гинеколог практикующий хирург как вам правда это не просто поликлинике тудема сюдема да мне так не интересно значит я только напоминаю за собой нужно следить так сейчас я присяду мы с вами пообщаемся как всегда информация есть и для похудения и для здоровья мои хорошие я вспоминаю ну то есть от памяти нам никуда не деться как от того что завтра предстоит слава бунина я вспоминаю эпизоды из своей жизни да вот у меня соседка была она одна такая была это не значит что таких соседок было много нет это одна на моей лестничной площадке тетя и дочка сын у нее фред я вам сейчас расскажу еще один эпизод интересный людям нравится мне тоже я вспоминаю думаю ой какая прелесть какая прелесть значит так я мою пол как всегда буква без тойота в коридоре рядом телефон у меня слышу звонок в уголочке телефончик да помните записная книжечка это телефонная красный телефон полочка звонок у меня руки помойка это да вытираю беру а тетя ида привет а чё то я забыла я не забыла я не забыла нет как я могу забыть если у меня завтра день рождения у фреда сегодня день космонавтики тетя ида я сейчас буду но я же вам пообещала накрыть вам стол я буду сейчас через десять минут хорошо хорошо не переживайте значит я пообещала накрыть красиво стол не готовить в принципе нет накрыть нарезку сделать красиво оформить красиво всего захожу к тете иди зайди комнату посмотри посмотри как как тебе моя мебель это же хельга это хельга а какая у меня посуда это тебе не ширпотреб это не ширпотреб ты поняла никогда не покупай такие говняные дешевые вещи вещь ой посмотри новый покрывал это из израиля они привезли это же вещь это из израиля как тебе вот эти вазы новые это индия в ювелирных магазинах продавались такие кувшины на то время ой мне так нравится вот этот высокий кувшин у вас а как тебе моя люстра люстра висит сто лет у нее на три плафона нимфа такая красивая да шо вы говорите у вас на три плафона у меня точно такая в комнате где вы сидите в кресле над вами на пять плафонов у меня точно такая вилка одному только пять плафонов вы не ладно что ты начинаешь что ты начинаешь как тебе шторы мои слушай ну присядь присядь ну посиди немного на диване у нас есть время я присела тетя и да красивая скатерть у вас просто праздничная лен такая цупка цупка такая крепко выглаженная от утюга вот полосочки вот эти все выглажено белоснежная такая кремовая даже немножко было скатерть леная дорогие приборами фиоровые ножи и вилки все как положено салфетки постаны и тарелки красиво салфетки были лены и набор скатерть салфетки с мережкой у мережка ну то есть все по-богатому все красиво было все очень красиво было ну то есть сервировка стала была достойная достойная все хорошо ну все тетя ида идемте на кухню давайте накрывать у вас красиво с прекрасно все хорошо заходим на кухню она поднимает крышку на сковородке показывает мне битки. Как тебе мои битки? Посмотри, какие битки. Боже, какие битки большие у вас. Но я знала, что у вас битки, потому что целый день вы вчера бахкали. Целый день. С 9 утра до 5 вечера. Я слышала ваши битки. Ой, слушай, ну надо же было отбить их уже 11 штук. 11 битков? Ты представляешь, у меня рука болит. Я не могу ничего делать, поэтому я мажу сметаной, чтобы мне чарлик лизал. Потому что у меня постоянно вот эта рука болит. Я ее все делаю. И битки отбиваю же это. Ты же знаешь. 11 битков. 11 битков у вас? А сколько у вас будет человек? Ты что, не понимаешь? Я же тебе сказал, 11 битков. Так что, у вас 11 человек будет? Ну, конечно. А что не 13, не 14 битков? А если человек захочет у вас добавку? Какая добавка? Посмотри, какие они большие. Ой, ну ладно, боже мой, 11 значит 11. Хорошо. Я так посмеялась. А на сладкое что у вас будет? Я так про, между прочим. На сладкое? Какое сладкое? Есть яблоки, есть орехи. Орехи? А как вы будете их долбать? Почему сразу долбать? У меня есть ореходавка. Вот это надо, еще зубы подзалазят. Эти орехи. Кто-то на сладкое подают орехи? Тетя Ида. Ну, короче, ладно. Проехали эту тему. Я начинаю украшать, да. Значит, я пообещала там конвертиками красиво украсить. Искак колбаска, сыр, маслины, петрушка, чтобы обязательно была. Тетя Идочка все купила. Я красиво украшаю блюда вот это колосками, вот это вот так сделаем, вот так сделаем. Дайте мне селедницу, печень трески мы сделаем вот так. Вот бутерброды мы сделаем вот так. Украсим вот этим. То есть я по украшению пришла. Так, только начинай работу. Звону по телефону. Алло. О, Рая. Раечка, большое спасибо. Большое спасибо за поздравление. Да, 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 да. Да, да, да. Да, уже такой взрослый мальчик. Взрослый мальчик. Прекраса 60 или 65 было тогда Фреду. Да, да, да. Ой, ты помнишь, как он упал, разбил колено? У меня не было зеленки. Ты принесла зеленку свою. Еще, кажется, два года было ему тогда. Не два? Сколько? Три? Ой, он точно такой, как твоя Соня? Три года было? Ой, три года было. Помнишь, как он разбил колено? Ты давала еще зеленку тогда. Как быстро идет время. Как быстро идет время. Так, пообщались. Заканчивать разговор. Раня, если бы ты видела, какой у меня будет стол, мне Таня украсила так стол. Какая Таня? Ну, Таня, которая живет на моей лестничной площадке. Катина дочка. А, Катина дочка, видно, та. Да, 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 да. Все хорошо. Проходит две минуты. Опять звонок по телефону. Соня? Соня? Доброе утро, доброе утро, Сонечка. Да, вы будете с колей? Да? Соня, какой у нас будет стол? Мне Таня накрывает такой стол. Это чудо. Как какая Таня? Ну, Катина дочка. Так, хорошо объяснилися. Дальше. Алло? Арнольд? Арнольд? Привет, Арнольд. Как дела? Нормально? Да? Ой, хорошо, хорошо. Да, 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 да. Ой, о чем ты говоришь? Да. Ну, вы же одногодки. Вы же одногодки. Да, у вас разницы практически нету, там, пару недель, пару недель. Вы будете сегодня? Нет, вы не будете? Ну, спасибо за поздравление. Арнольд, если бы ты видел, какой у нас сегодня будет праздничный стол. Мне Таня накрывает такой стол. Какая Таня? Как какая? Катина дочка. И вот это всем подряд, кто бы ни звонил, за два часа, наверное, было двадцать звонков. И каждому тетя Аида преподносила меня, значит, как я накрыла красиво стол, какая Таня, ну, Катина дочка. Все, отлично. Пора уходить. Все, сделали, красиво оформили, я стала так вздалека. И тетя Аида, достойный стол, красиво, красиво. Я иду домой, буду в окно смотреть на ваших гостей. Сейчас они будут идти с букетами, с тортами будут идти, ну, как обычно, как раньше. Тортик вот такой бичочкой, да, все с цветами, все идут под ручку. Все под ручку шли, все, до одного. Как они медленно, так достойно поднимаются в парадном. Вы знаете, как сейчас ходят люди, вот я слышу, иногда открывают дверь, говорю, кто-то так ходит у нас тут? Люди добрые. Як стадус луны, а иди одна людина. Как эти люди идут? Их не слышно. Ну, то есть, это же воспитание другое было. Я на ваших гостей буду смотреть с окна. Подожди, я не поняла. А куда ты собралась, уходи. А полы мне помыть? Полы помыть? Смотрите, вот там картинка у вас висит, портрет. Значит, проходные комнаты две, да, и на двери матовое стекло. И на вот этом матовом стекле портрет. Портрет календарь. Знаете, большие такие были. И вот девочка фотография. Ну, копия тети Идына внучка Светочка. Это к пальчикам. Вот видите, девочка, это Светочка ваша. Она придет на 20 минут раньше и сделает влажную уборочку у вас. Вы поняли? Звоните ей сейчас. Своей любимой Светочке. Ой, ну хватит, что ты начинаешь? Светка не захочет это делать. Тетя Ида, я это делать не буду. Все, я ушла. Вот такая тетя Идочка была моя соседочка. Ну, мы не бежались друг на друга. Нет, нет. Нет, таких людей нету и не будет. Мне тети Идочки очень-очень не хватает. Села поближе. Выпила кофе без сливок, шоколада. Черный кофе второй раз уже у меня. Рыбка у меня в духовочке. То есть у меня есть время. Минут 50. Стараюсь сделать короткие видео. Люди, мне так сложно. Мне кто-то был написал. Все хорошо, все отлично. У вас хорошая информация, но видео желательно, чтобы были хотя бы 25 минут. Так и хочется сказать. Не нужно нас учить. Лучше помогите материально. Ну, в плане. Вы знаете, как тяжело мне делать короткое видео. Люди, начинаешь показывать тарелки, пробежки, а там какая-то информация, там еще что-то хочется сказать. Хлоп, 30-35 минут. Я так не хочу такие длинные видео. Это тяжело. Монтировать. Это тяжело длинное видео. И люди устают то же самое. И я устаю. Ну, так это ж... Остановить нельзя. Королевства мало. Разгуляться негде. Можно и больше даже по времени. Но не хочется. Поэтому буду стараться сегодня быстро. Как-то компактнее немножко. Мои хорошие, получаем комментарии. Комментарии дают темы. Вот такой комментарий записала на листочек. Я записала только часть. Часть комментария. Последний. Потому что такой обширный комментарий. Значит, пишет человек, у которого проблема с сахаром. Который посетил эндокринолога. И вот я выборочно. Вы просите меня, пожалуйста. Я только концовочку буду читать. Самое-самое интересное. Она мне говорит. То есть эндокринолог. Смотрю ли я каналы на ютюбе? Говорю ей. Да, некоторые смотрю, конечно. Она мне в ответ. Посмотрите канал, худею и мотивирую. Это эндокринолог пациенту. Посмотрите канал, худею и мотивирую. И следуйте советам этого блогера. Я чуть вас адок не выпала. Татьяна, какая вы знаменитая. Что наши местные эндокринологи смотрят вас. И нам советуют вас смотреть. Правильно делать? Приятно, конечно. Когда люди из медицины, толковые специалисты, тебя чувствуют. Они видят твою информацию, слышат ее. И они советуют своим пациентам. Правильно. Очень все просто у нас. Адекватное питание, движение. Ничего лишнего нет. Приятно, конечно. Ну, давайте читать дальше комментарии. Лето. Пишет. Это думаю, Оля. О, буковка. Лето. Фрукты, овощи. Не нужно платить за детокс. Вот так даже. Детокс. То есть, у человека хорошая моторика, кишечника, конкретно на фруктах и овощах. Ну, хорошо. Следующий комментарий. Буковка А. Ну, пишет Таня. Танюшка, привет. Привет тебе, тезки. Какая ты молодец. Во всех отношениях. Хорошие советы. А главное, благодаришь Бога. Да. Нужно благодарить Бога за все. Подскажи, как нормализовать микробиоты кишечника. Это с уважением, Таня. Микробиоты кишечника. Ну, что у вас конкретно? Ну, что у вас конкретно? У человека есть какие-то пищеварительные, даже не хочу назвать проблемы. Проблема – это очень серьезное слово, да? Ребенок не поступил в ВУЗ, это проблема. Проблема – это серьезное слово. Какие-то пищеварительные нюансы. Ну, полегче хочется сказать, да? Случается, конечно, у многих людей. Допустим, рефлюкс, да? Это проблема? Да никакая-то не проблема. Жрать нужно меньше. Нужно почувствовать, на что у вас ижога. Рефлюкс – это в народе ижога, говорят. Ижога. Рефлюкс – эзофагит. Кто-то живет с этим заболеванием. Я знаю таких людей. Живет. Постоянная у нее ижога. Постоянно человек живет на амепрозоле. Но скажешь, что тебе нужен магний, потому что амепрозол выводит магний. Нет, этого не слышат. Ну, а амепрозол у нее дома всегда есть, на видном месте. То есть человек живет с заболеванием. Такой хроник уже, да? Рефлюкс. Что-то человеку мешает. Много кофе. Человек, допустим, курит. Зачем тебе амепрозол? Уйдешь от рефлюкса, от ижоги. Что ты ешь? Вот конкретно дают рефлюкс ижогу. Это зерновые и мучные изделия. Вот уберите мучные изделия. Зерновые. Вот полностью на неделю, на две. И вы забудете, что такое ижога. Перестаньте есть на ночь. У кого рефлюкс ижога, даже воду нельзя пить. У нас есть клапан здесь, свинтер. Вот здесь вот, да? Когда вы принимаете горизонтальное положение, вы наелись. Да? Даже за час. За час. До постельки, да? Вы принимаете горизонтальное положение. Вот этот свинтер, он очень слабый. Он пропускает пищу. И она у вас сюда вот подходит. Даже вода у вас может подниматься немножко сюда. Да? Если вы попили чего-то жидкого перед постелькой. Я выпила чашечку чая и приняла горизонтальное положение. И вот этот чай пойдет сюда. У вас будет рефлюкс. На утро встанете, будет дискомфортно очень. Поэтому рефлюкс лечится питанием. Не пережирать. Все. Так, есть такое. Потом у кого-то какие-то боли в животе. Да? Вот у меня болит, у меня живот, у меня живот. Вот обратите внимание, после каких продуктов. Или вы понервничали. Это нервный спазм какой-то у вас, да? Вот я на днях съела миску салата. Вот остави, думаю, оставишь. Такой будет невкусный. Доешь, Таня. Это овощи. Так полезно. Я покрошила и розовые, и красные помидорчики, и огурчики. Ну, зелени. Вот такой пучок у меня. Это же полезно, Таня. Ну, короче. Я расперла этот желудок. Он же может растянуться до 5 литров. Желудок, да? А желудок потом давит на все органы. Он растянут. Чем? Салатом. Сейчас эта водичка, эта влага уйдет. Помидоры, огурцы. Даже не капуста. Но мне, допустим, 20 минут было дискомфортно. Какие-то боли даже по животу. У меня такого никогда не бывает. А тут отчувствую. То есть, ты сама подумай. Сколько ты съела, Таня? Или, допустим, тошнота, да? У меня печень. У меня поджелудочная. Вот ставят люди себе диагнозы, да? Придумывают. Печень, да? Ну, если тошнись, сразу печень. Бывают, допустим, хронические. Бывают периодические вот эти вот дискомфорты такие. Да, дискомфорт. У кого-то хронический, как рефлюкс, да? Вот у меня заболел, допустим, как-то живот. Там на 10 минут. Да, желудок, вернее. Как-то дискомфортно мне было. Это периодическое такое. Нехорошее. Периодическое. Потому что у меня это не постоянно. Самый популярный диагноз, если вы обратитесь к гастроэнтерологу, сделайте гастроскопию. А некоторые вам вообще сделают диагноз просто так, от фонаря. Самый популярный диагноз – это гастрит. И гастрит ставится всем. Всем до одного. Вы пришли сразу. Гастрит. Гастрит. Мне даже пишут. У меня хронический гастрит. Что вы мне посоветуете? Нельзя жить с гастритом. Это нарушение слизистой, слизистой желудка. Это лечится за 2 месяца максимум. Любой гастрит лечится. Значит, такой медик. Вас не могут вылечить от гастрита. Сейчас язвы лечат. Буквально за короткое время. Как это? Жить с хроническим гастритом. Я прихожу к гастроэнтерологу. Массово у всех гастрит, гастрит, гастрит. Хронический. А чем вы питаетесь? А чем люди питаются? Жиденькая каша. Мне так импортно. Ничего не болит, когда я кашу ем. Ну, то есть, нету раздражения. Нету провокатора вот заболевания, да? Потому что грубая пища немножко тяжело слизистой. А вообще эпителий слизистой желудка, да? Он не меняется с возрастом. Если вы ели в молодом возрасте грубую пищу, То есть, в возрасте вы должны есть грубую пищу. Не нужно приучать свой желудок к мягкой пище, к жидкой пище. Потому что идет атрофия стеночек желудка. Атрофия слизистой. Амосов говорит, зачем вы перетираете? У вас есть зубы, нужно сжевать. Желудок это крепкая мышца. Она переварит хвойные иголки. Чего вы все перетираете на блендер на этот? Чего вы трете все на терке, а? Не приучайте желудок не работать. Желудок должен постоянно... Это ж мясорубка Кенвуд, я обозвала так свой желудок. То есть, мы сами виноваты в гастритах. А нам не лечат люди, специалисты не лечат нам эти заболевания. Гастриты, да? Допустим, разделим людей на два типа. Даже не типа, а на две группы. На две группы людей. Есть группа людей, у кого ничего не болит. А у других есть заболевание. Первая группа людей следит за собой, да? Какая-то профилактика. Чтобы не заболеть, чтобы у меня этого не было. Ой, я напьюсь, я сейчас буду пить 4 месяца. Допустим, напиток из овса. Это ж хорошо. Это мочеполовая система, это почки. Это классно, это профилактика. Я думаю об этом. Вторая группа, она ходит к врачам. Она сидит и ждет, когда ей вылечат гастрит хронический, который уже 10 лет. Все. Ну, то есть, нам ставят диагнозы такие, да? И человек живет с диагнозом 10 лет. Хронический гастрит. Люди начинают потом сами себя лечить. У меня же хронический гастрит, что мне нужно делать? Вот странно, почему не лечится гастрит, хотя он может вылечиться за 2 месяца. Как это там? Человек оттянут на хроническом гастрите. И в диагнозе постоянно пишут. Хронический гастрит. Чего ты хронический? Чего ты его не вылечишь? Гастроэнтеролог. Вот эти модные сертифицированные рассказывают, вроде бы, в нашем организме скапливаются токсины, шлаки. Причем в разных органах. В печени шлаки, токсины. В желудке шлаки, токсины. В желчном, вы что там, билирубины. Конечно, сейчас напьется лимонного сока с соликовым маслом. Понятно? Концентрат будет. Называет это, билирубин вышел. В кишечнике обязательно. Там шлаки. Тонна, тонна кишечники. В легких. И вот это массовое такое явление заставляет людей задумываться. И люди стараются как-то чиститься. Их вот эти вот сертифицированные конкретно наталкивают на чистку от токсинов, от шлаков. Вот я делала колоноскопию, да? Я смотрела на компьютер, люди. Там так чисто. Я лежу и думаю, сейчас будет какая-то какашка, какашка. Ничего там нету. Там чистенько, люди. Вы возьмите слизистую рта. Вот, да? Вот посмотрите, слизистая чистенькая. Еще какая чистенькая. А вы ели котлетку только что. А вы жевали хлеб только что. А вы ели салат. А вы ели борщ. А что здесь не прилипать к слизистой рта? Ничего не прилипло. Точно так и в нашем кишечнике. Там чисто. Там нету шлаков. Там нету токсинов. А люди придумывают какие-то чистки. И зарабатывают деньги. Самая-самая большая такая трагедия страны, это думающий человек. Вот если народ думает, все, это плохо. Вот нужны дураки, чтобы никто не думал. Так, предлагаю чиститься каким-то керосином, который просто разрушит печень. Люди ведутся. Я пью керосин какой-то для самолетов. Биохимию печени почек не сдают. Керосин они пьют. О, в рифму, как всегда у меня, да? Кто-то чистится содой. У меня закисление. Или наоборот, защелачивание, защелачивание, да? Кто-то пьет перекись водорода. Кто-то ставит какие-то клизмы. Кто-то пьет касторовое масло. Ну, короче, ведутся, просто ведутся. На дурака не нужен нож, ему три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Есть разные очистки, разные детоксы. Придумались страшные цены за эти процедурки. На это можно озолотиться. Люди мечтают только о наживе. Перед носом цель к наживе. Что чистить? Человеку нужно всего лишь отдохнуть, подышать, успокоиться. Есть такое заболевание, конкретно диагноз. Функциональное расстройство. 80% с проблемами ЖКТ это функциональное расстройство. Органики никакой нету. У человека нервы. Нужно прописать что-то успокоительное. Легкий транквилизатор. Нет. Вам нужно чистить кишечник. Конкретно. Гидроколонотерапия. Да? Гидроколонотерапия. Такая клизма. Там повымывают всю микробиоту. Нарушение будет микробиоты. Полностью люди ведутся. У человека запор. Так. Вам нужна вот эта процедурка. Вот такие вот страшные деньги. Да? Нету смысла. Если у человека запор, нету смысла делать вот эту чистку. Конкретно. Гидроколонотерапию. Нету смысла. Четкого ответа от медицины нету. Доверие к медицине пропадает вообще. Да? И человек начинает сам искать себе лечение в интернете. Если человек здоровый организм, он справляется. Постепенно справляется. Да? Питание наладил и справляется. Если человек больной, конкретно что-то есть, нужно конкретно лечить орган. Орган. Не нужно искать какие-то чистки. Не придумывайте себе. Есть одна чистка. Есть один детокс. Это один раз утром посетить туалет. Один раз покакать с утра. Вот это самый главный детокс. Номер один. Номер один. Поход в туалет. Утром начинает заниматься чисткой. Чисткой кишечника. Слизистая кишечника. Слизистая отслаивается от кишечника. И нам кажется, что это паразиты. Мы идем в туалет и видим такие пленочки. Берем еще палочку от чего-то. Начинаем ковыряться. И достают какие-то такие пленочки. Как кусочки. Кусочки. В каве. Все это паразиты. И будут рассказывать. Вот вы начали чиститься. И у вас полезли с вас паразиты. Так это не паразиты. Это отслаивается слизистая. Мы гробим сами свой организм. Нужно лечить уже кишечник. Микрофлору. Детокс это заблуждение. Хотят на вас только заработать деньги. Не ведитесь. Должна быть жидкость. Жидкость должна быть. Кофе это не жидкость. Нет. Жидкость. Годичка. Чаи. Травяные чай. Морсы. Какие-то компотики. Нужна клетчатка. 20 грамм клетчатки. Не 20 грамм салата. 20 грамм клетчатки. Да. Правильно сказала. А если это салат. То приблизительно 400 грамм. Все. 400 грамм салатика. Овощей. У кого вес побольше и запор мощнее. Значит побольше клетчатки нужно. Вы должны сами присматриваться сколько. Хвалимся. У меня такое правильное питание. У меня сбалансированное питание. У меня белки. У меня то есть и творог. У меня и мясо. У меня и яйца. У меня и рыба. У меня и растительные белки. Но я не хожу в туалет. Вообще. Белок. Это стройка нашего тела. И все. Белок. Это даже не энергия. Это только стройка наших клеточек. А кишечнику нужна клетчатка. А вот клетчатка это транзит. Выносит все ненужное. И если клетчаткой вы не заправите свой кишечник, нужно тогда уже его лечить. Нужна жидкость. Нужна клетчатка правильно. Нужна физическая активность. Мышцы живота должны постоянно сокращаться. Если клетчатки у вас не хватает, если клетчатка у вас неправильная, вы в туалет не пойдете. Не будет формироваться каловые массы. Не будут формироваться. Нет. Очень важно еще сбрасывать нервное напряжение. Для кишечника очень важно сбрасывать нервное напряжение. 80% заболеваний это функциональное расстройство. Это наши нервы. Придумали, задумались. Спазмы. Должны быть какие-то успокоительные обязательно. Ну все. Так что никакого детокса. Эксперименты такие страшные, сложные проводить над собой не нужно. Только питание. Побольше клетчатки. Вы думаете, какую клетчатку едите. Огурец это влага. Помидор это влага. Вы разобьете на время желудочек. Это влага. А клетчатки нету. Нету. Ищите продукты, которые имеют хорошую клетчатку. Кабачок это не клетчатка. Ой, ты что? Я столько съела кабачка. Я тру на терочке даже. Это вода. Нужна клетчатка. Конкретно. Вот у отруби клетчатка. Плотная капуста. Какая-то репа. Нужны продукты. Конкретно клетчатка. Мощная. Сколько кому? Вы уже сами смотрите. По состоянию ЖКТ. Мои хорошие. Какие 25 минут? Сейчас буду монтировать видео. Может быть что-то не вставлю. Может еду не вставлю. Не знаю. Мне кажется длинное видео получается. Наше время истекло. Как всегда хочу поблагодарить всех вас за просмотр моего видео. Я благодарна всем вам за общение, за комментарии. У нас с вами самые лучшие комментарии. Хочу поблагодарить всех за лайки. Большое всем спасибо. Как всегда, желаю всем Божьего чуда, Божьей помощи. И до встречи. Дальше будет. Спасибо. Спасибо.